здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров в харькове 12 часов 42 минуты 10 11 2016 года предположительно этот ролик будет из разряда доверительная беседа сногсшибательных тем предположительно я затрагивать не буду ну сделаю акцент на пару вопросов и на эти вопросы надо ответить кстати вот это с буквой r это обратил внимание вот смотрел какую-то новость или что-то в этом духе там одна телеведущая журналист там у него очень длинная потом там у одного мужчину видел r очень длинную думаю думал у них было немножко проблемой поэтому они эту r тренировали но прослушивая надо свои ролики обратил внимание что у меня очень тоже иногда бывает длинная r и как говорит валерий чудинов когда он был в мексике или где-то там около того мексиканец думал что он американец пока валерий чудинов не произнес р революшин и когда он услышал р он удивился что это как говорится славянин на лучше r такая интересная вот уважаемый анатолий шляхов он бедолага я к нему с огромным умножением отношусь постоянно ищет в роликах картавых картавость кстати для меня были больной вопрос потому что я столкнулся с тем что реально люди человеке есть почему проблемы с речью я не могу понять то есть там вот такой был грустный комментарий то есть вячеслав объясните почему я картавлю ну видите как говорится все смешалось в доме люди кони иногда чисто говорящие люди они еще более вражены чем те же картавые я думаю на картавости не надо обращать внимание плане физиологическом надо обращать внимание плане духовном человек может не картавить для вас анатолий анатолий шляхов но он может картавить для меня если он чисто говорит карта ведь это стало нарицательно кстати отсюда и французский язык появился да вот этот пресловутый них как там даже не знаю какое слово париж там что там пассажир зелю по ложные сложенные симпортире писем там пардон кажется меня не все понимают перевожу их молодость молодость да ну или как-то так хотя не знаю правильно видел перевод вот я кстати лет 7 назад был француз гостях случайным образом он приехал моим знакомым и они захотели знакомые меня с ним познакомить вот и переводчица наша заснула а мы начали с ним общаться очень интересно мы в гугле писали вопросы и друг другу так сказать благодаря гугле это общались ну а потом вообще перешли даже как как там и друг друга понимали я даже не я честно не понимаю как мы друг друга понимали но он прекрасно меня понимал вот я прекрасно его поэтому нужна франция это все фикция вот так какие акценты хочу сделать там многие видели мой комментарий один под роликом нет это давайте попробуем точки на дверь расставить то есть там под одним роликом под моим первым от конца роликом первым финале роликом послед как говорят деберти мара южная сообщила среди вас нет русских кто угодно только не русский это она обратилась максу беляеву кивини суворину и вячеславу котлярову ну да на что я ответил верно мы русы русичи русины как известно русские то те кто рядом с нами живут там негры чукчи русский чукча русский негр русский индеец русский японец нет уж такого понятия американский немец или американский киргиз только русские русские это прилагательно русские в миллиард раз говорил русский это светлый русский не может быть обозначение народом русский не может быть словом которое обозначает народ не но вы можете конечно себя называть русскими плане того что вы светлые вы вот в этом южная мара вы русский человек вы с нами пожили рядом с русами и вы наш язык выучили немножко пропитались нашей ментальностью духовностью поэтому вы русский человек и а мы русы ру свет ну вышли многие знают как по-доброму отзываются виталий сундаков когда говорит о том что бабушка детстве мы говорила вынеси пожалуйста виталия там простынки на русь на русь это на свет на солнце что просушились на солнце русь это это свет наша ячейка мало того что это как бы мидгард это как бы ключевое название да ну у каждой ячейки свое ключевое название но есть есть еще ячейка русь то есть там где и солнце то есть допустим представим гипотетически есть где-то мидгард но это не русь там солнца нет его лампочку солнца украли вот поэтому как-то мне тоже вот скинули но я уважаю очень творчество валентины когут если надеюсь я правильно это произнес ее фамилию чтобы не было обид как творческий человек конечно вообще многие это обратил внимание многие творческие люди я их уважаю за их творчество но иногда не понимаю за те выводы которые не делают допустим валентина предположила но я же как бы подтекст читаю что вот у него как бы книга была от солнца написано а у вячеслава котлярова луна дала ответ да то есть она же как подсознательно луна это темный солнце это светлый но мы с вами уважаемые слушатели и зрители знаем прекрасно что луна это космический корабль в нашем случае на нем на борту находятся светлые иерархи а солнце это лампочка то есть ну знание откуда лучше получить от от лампочки или побывать на борту очень высокотехнологичного корабля вот и там акцент был сделан я понимаю надо прокомментировать тут она предполагает что мне приходит это во сне повторяю еще раз я получаю знание здесь сегодня и сейчас это вам уважаемые исследователи приходит все во сне или вы из книжек берете у вас других вариантов нету пока что я понят получаю информацию здесь сегодня и сейчас все здравом уме трезвой памяти так сказать полностью осознавая в адеквате а луна дала ответ это всего лишь знаете вот помните я вот первый ролик когда выкладывал надо же было так внимание привлечь к нему а потом я провел небольшое расследование сам для себя и выяснил что люди процентном соотношении в своей жизни используют очень много раз одно и то же слово мы используем колоссальное количество раз слова луна мы используем колоссальное количество раз слова дала мы используем колоссальное количество слова раз ответ то есть название было что привлечь внимание хотя многие знают что там был подтекст была у скажем так и экскурсия на луну нормально в астральном теле то есть довелось посмотреть много чего увидеть я этим не ячусь я честно говоря сам не люблю про это ну последнее время говорить когда мне задают вопрос я не вижу в этом ничего сверхъестественного для человека для мердов смердов это понятно не может хихихать а хакать вот сейчас разоблачитель я честно говоря больше больше семьи не рад что сейчас этот появился этот как он все забываю но он же прячется и лицо и фамилию ну пускай он будет донко санчо панчо или как его ну вот этот чудной человек конечно в последнее время заметил в голосе у него появилось раздражение это понятно а дальше будет больше вы знаете посмотрел один ролик или не посмотрела пролистал там ему задали вопрос почему мы видим звезды все время одни и те же шесть раз не больше перемотал ответ его потом там в конце фраза но надеюсь вы все поняли ничего не понял зачем приходил что хотел что он что он пытается объяснить то есть давайте рассмотрим гипотетически вот наша планета в официальной науке как футбольный мяч то есть австралия находится снизу мы допустим гипотетически сверху да то есть теоретически австралийцы не могут видеть то же самое звездное небо так как они сви снизу находится тоже то же самое звездное небо то что мы видим а вот интересно девки пляшут дело том что и австралийцы и мы с вами уважаемые дорогие слушатели и зрители видим одинаковое небо но если взять этого как вот там сергия донки у донко ли не помню как-то ну фиг его знать как его там зовут короче не по ним непонятный человек пытается что-то там не вот хорошо что он появился там для троллей они там будут собираться там вместе хихикать знаете такая секта появится это шаровером плосковером этих кругловером пускай там тусуется нам как говорится легче будет вот как я не к нему обращаясь я обращаюсь допустим к юри степановичу рыбникову вот юрий степанович вам сто раз давали съемки видео там всевозможные вы их не смотрели вот я недавно посидел подумал а ведь самый железно-бетонный аргумент что поверхность на которой живем и плоская это как раз-то звезды а именно смотрите какая ситуация человек который находится в австралии и человек который находится в германии в одни и те же секунды по каким-то причинам видят одно и то же звездное небо одно и то же ну вот если взять этого донко к примеру вот опустить подвал перевернуть и подвесить в подвале к вверх ногами то есть голова у нее будет вниз свисать он будет австралиец а потом ему задать вопрос а что на в этот момент на крыше находится конечно этот данко чиданка его хаймуграть не сможет сказать что на крыше находится но никак то же самое если земля маленькая кругленькая австралиец никогда не сможет увидеть небо которое мы видим с вами уважаемые слушатели и зрители простой эксперимент в австралии в германии два человека должны запустить одновременно видеокамеры и в онлайне и проживающий на вымышленной германии и на территории вымышленной германии и на территории вымышленного материка австралии в одни и те же секунды будут видеть абсолютно но это уже не поскольку мне еще раз повторить что не для вас уважаемые слушатели и зрители я вам настолько вам благодарен вы знаете вот все эти полгода это это ваша заслуга это не моя если бы не ваши письма если бы не ваши комментарии да не состоялся в жизни бы вячеслав котляров только ваша вот это любовь я не побоюсь этого слова любовь знаете что вот у меня в моем случае получилась эксклюзивная ситуация дело том что вот если много лекторов их там не уважают или уважают а в моем случае по и по и получилось крайность одни меня в люто ненавидят а другие любят много вообще лекторов которых земля наша матушка носят именно так любят так обожают как вашего скромного вещателя моем лице а именно вячеслава котлярова но я не знаю честно говоря любовь люди богов ведающие то есть благодаря богам я вещаю истинное положение вещей но я уже устал сосредотачиваться на этом маленьком земном шаре ну уже все уважаемые слушатели и зрители поняли маленький эксперимент по часам в австралии один человек германии специально выбираю германию чтобы не говорили тот же донко когда услышал что черное море вывели своим идиотским смехом ну понятно откуда ветер дует этот маленький мозг даже не в состоянии понять что я отрицаю все национальности что вячеслав котляров как и вы уважаемые слушатели зрители принадлежим к народу великому роду потомка великого расы а вы там вы себя можете как угодно называть нам до вас вообще никакого дела нет и специально не перечисляю вымышленной национальности единственно хотел белорусский язык последнее время начал изучать ну как изучать слова разбираю и мне нравится современный белорусский язык так называемый и о том что в нем осталось выясняется подавляющее количество слов правильно и произносится и правильно пишется я когда-то делал упор на сербский язык но для себя выяснил белорусский отвечать бой больше дает больше ответов ну тут я допустим не смог бы никогда в жизни про забрать бы слово дорога то есть дорога пишется через года а если в белорусском правильно пишется дорога то тогда уже слова намного легче разобрать потому что дорога вообще пишется через а ну как вы помните хорошо вот поэтому белорусский является на данный момент единственным из про то из осколка протославянского языка который может являться максимально правильным и максимально верным как и в произношении так и написание ни один язык и современных 22 языков славянской группы не может подтянуться к белорусскому хотя вот вы знаете я надо втручаю сознательно так называемые украинские слова я делал том что их до роликов всегда использовал мне просто не хватало словарного запаса чтобы объяснить тот или иной момент поэтому я использовал слова из назовем условно украинского языка чтобы максимально выразить и свою мысль потому что в современном русском правильно говорить советском языке нету таких слов а если все слова собрать воедино воедино 22 две группы славянского языка 22 группы славянских языков то можно создать более-менее протославянский язык этот я не знаю вообще он не достоин комментарии вячеслава котлярова этот данку и ну я знаете хотел ролик снять чем не тратить время у него он уже вопросы ему задают вот как он ответит на тот вопрос что люди в австралии и в германии видят одно и то же небо в одни и те же секунды да никак 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 потому что это преступник он наших деток перевод заставляет переходить дорогу на красный свет я уже миллиард раз говорил если вам кто-то вот особенно такой ладно еще там молодые дурны там какой-нибудь там не знаю там какой-то там возраст ну пускай будет 20 кавычках ну я уже сто раз говорил возрастный показатель 21 года ответственность короче вот в 20 еще может там чепуху городить то есть вы уважаемые слушатели и зрители еще раз я подчеркну вы не серьезно относитесь к тему людям которые вас заставляют поверить что земля маленькая кругленькая я вот не хочу как уважаемые евгений суворов моделировать ситуации потому что я слушал и общался с них роликов же но иногда ты когда вот приводишь примеры нельзя такие примеры приводить говорить там вот представь там твоя мать там и убила и и ты еще ты будешь делать следи и жизнь за словами нельзя такие примеры приводить ты что это слова это великая магия почему я всегда делаю акцент очень на примерах чтобы не задеть никак но здесь наверно придется поступить как женятся вот представьте уважаемые слушатели зрители вот у вас ребенок то такому дедушки это данко доверяйте ему и говорите это проведи его до школы переведи его через дорогу и этот данко переводит вашего ребенка на красный свет нему неминуемая трагедия неминуемая то что эти блин шароверы плосковеры там и так далее вам навязывают они вас толкают ваших детей через дорогу на красный свет это все поголовно преступники все без исключения знают они не знают вот просто поймите вы так легко относитесь потому что это с вами не произошло но какую вы ненавистью не просто ненавистью вас кипите вы я могу конечно у меня богатый словарный запас я могу огромное количество эпитетов привести на просто сильно покажусь агрессивным что как бы буду приводить примеры то есть это преступники самые настоящие вот нас мало да сколько нас там ну 10 тысяч людей которые знают истинное положение вещей все достаточно остальные все будут как 200 лет назад мы конечно погрустим что они погибнут в этом очередном потопе ли и ядерном угаре мы знаем наши тела они это всего лишь виртуальные очки вот ну а нас благополучно на время потопа тех кто понял истинную модель нашего мира эвакуирует на луну там порядка 104 144 144 тысячи койко мест причем библии кстати про это написано с не ошибаюсь вот кто же при про чип и она про чип и лоська мне говорю если я не ошибаюсь на всех картах написано асиа до сто процентов даже как говорится моем случае не могу дать стопроцентную гарантию что на всех картах написано асиа да и помните про эффект манделы моем случае мне вот знаете мне пришлось почему мне пришлось именно сто процентов на все давить что так она и есть потому что я это лично видел вот и все я не могу говорить вот знаете я вот предполагаю что за антарктическим кругом находится новой земли но это ложь бы было бы что значит я предполагаю но это лицемерие если я своими глазами лично видел что за антарктическим кругом находятся земли а я использую слово я предполагаю я допускаю я я вообще извините тут слова бы сказать вот ладно много конечно эмоций но вообще принципе они нужны для чего как я очень тактично намекал но как выясняется что мои намеки многие поняли пускай это не громко прозвучит а так очень тихо голоса реально мой голос на многих людей благоприятно действует плане исцеления и духовное физически я ни в коем случае не привлечь себе аудиторию как вот уважаемый николай левашов занимался что вот вы приходите на мои лекции вы излечитесь нет я в любой момент вы знаете могу вообще все прекратить но не смогу не смогу не потому что как бы мне это хочется а потому что я уже полгода очень ответ получил большую ответственность за то что я делаю и я не имею права останавливаться на пол дороги это вы не то что некрасиво это будет непорядочно это будет это будет неправильно то будет низко поэтому пускай у меня пускай у нас дорогие уважаемые зрители всего лишь будет несколько тысяч там десять тысяч человек сейчас просто такая эпоха пускай она будет колею и что он ну к сожалению да морок морок но не расстраивайтесь но все равно как у меня спрашивает а что делать пытайтесь информацию тут вносить пытайтесь вот есть это чудные люди которые говорят что там он обогатиться узнать от полгода прошло вот какого полгода назад у меня был компьютер и гитара так и через полгода у меня остался компьютер и гитара да еще купил туфли и кроссовки сбылась мечта ребенка обуви никогда не было купил себе обувь вот ну вот микрофон прислали добрая женщина прислала леночка микрофон и забыл к сожалению на это звуковую карту добрый человек прислал собственно и все я посмотрел на свою комнату куда деньги стал больше помогать я думаю вы не 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 обижайтесь уважаемые слушатели зрители что и иногда я тоже помогаю я сам нуждаюсь помощи но есть люди которые которым помощь нужно больше чем не то есть и я да там чем чем могу там но я знаю что там допустим для кого-то те же 100 гривен которые помогут для них это может как бы вот того что человек просто покушает и не как бы не принципиально знаком я с ним лично или или не знаком вот еще вот знаете все хочу эту тему светить как индия вышла из британской кого колониальной оккупации так с этого момента ну на по подробно нас смотрите давайте я вот общую картину опишу с этой индии британии детали уверяю они принципиально я хочу первое сказать основное тех кто нашу сотую ячейку держит в оккупации не обольщайтесь если индия вышла из оккупации британской значит оккупанты нашей всей большой соты дали на это добро а а теперь модель представьте на тот момент что на тот момент когда из оккупации выходила индия именно тот момент проживала на той территории огромное количество белорозовых ведь ни у кого нету сейчас не книжек не видел чтоб происходило в те годы нет мы просто по фантазируем вот жили там белорозовые и пресловутая англия белорозовых оккупировала потом она завезла как сейчас европу завезла темнокожих белорозых всех уничтожила а потом когда она уничтожила всех белорозовых на придумала легенду что там всегда жили темнокожие люди и дала добро размножаться ведь час упор большой идет на темнокожих неважно каких там красно краснокожих чуть чуть сложнее краснокожих когда в америку привезли потом нам сказали что там жили миллионы индейцев а куда они пропали их всех уничтожили и кто никого не уничтожал никаких миллионов индейцев как и в северной америке так и в южной там астейков маем там нам рассказывать миллионами положили конкистадоры такие чудики бегали в консервных банках до полису и уничтожали нет ничего подобного не никаких миллионов никто уничтожал и в северной америке индейцев не в южной просто привезли из нашего материка современной территории индии так называемых индейцев и поселили там они сейчас живут а там с территории современного назовем условно вьетконга привезли тот народ который на тот момент жил и поселили на территории современной мексики да там бразилии или что там короче нет это не исключает что нету народов которых не привезли с других ячеек нет это не исключает и еще там конечно оселились народы которые попадались других ячеек но я сейчас не прошу цепляться за детали за слова я хочу сделать акцент то есть мировое правительство она дала добро британским оккупантам уйти с современных земель индии когда уже как говорится провела геноцид белорозовых и чтобы нас легче без войны уничтожать лучше дать и большому проценту желтым расплодиться и как правильно сказать немножко темнокожим потому что индусы они их трудно индианцы до трудно классифицировать они вроде и и книг рам не относятся и к нам не относятся хотя вы знаете актеры кино индийские то у них там как это высшая каста вот они внешне если вы посмотрите и среди наших широт можно найти людей такой внешностью как сейчас используется в индийском кино вот поэтому цель дать максимальную свободу для размножения желтым и черным и они белорозовых утопят то есть нас своих народах мы исчезли но не хочу на вот этой такой грустной ноте заканчивать свое повествование на относительно такой иронии сегодня уважаемый мой друг и коллега серёжа тарасов показал одну брошюрку своем ролике я так грустно улыбнулся до свидетели и говы тоже носят такие брошюрки такого же качества приблизительные раздают людям теперь советский союз раздает брошюрки мне один вопрос откуда деньги взяты на напечатание вот этих чудесных глянцевых журналов я проработал очень много с газетами и журналами я за несколько лет как говорится тонны провалил всевозможные прессы я знаю сколько стоит подобная полиграфия неужели сам президент сергей тараскин не путаем сергеем тарасовым за свои деньги написал такие брошюры нет конечно же нет вот когда мы проследим дорогу откуда пришли гроши кошты бабло здесь какой-то фильм по моему про харьков он так называется бабло вот снимали в харькове он бабло называется да вот если мы проследим откуда пришли деньги на эти брошюрки дорогие глянцевые красивые сереж пожалуйста тарасов сереженька дружище не обижайся вернись к нам рано или поздно лучше рано ты все равно поймешь что в какую-то пастку попал ты поймешь что это это хитрая ловушка ну видишь темные они очень грамотные они как знаете как рыбаки щуки нужно там определенную там наживку там карасю другую там саму третью вот и для каждого как бы расставлены свои красные флажки за которые почему-то многие не могут выйти поэтому вячеслав котляров процентном соотношении за весь свой жизненный больше 40 лет путь всегда почему-то оказывался прав поэтому ссср не будет восстановлен не в том виде которым был не в том виде который нам красочно рисует а если допустить даже на одну секунду что ссср снова будет восстановлен на восстановление ссср как и сто лет назад будут потрачено много наверно миллионов человеческих жизней не получилось на позитиве наш уж на позитиве то закончить уж на позитиве позитиве давайте анекдот расскажу да позитивно был старый многие из вас его знают когда в барракамире за закрыли японца американца и нашего соотечественника и далее каждому по титановому шару и американец барракамире год сидит с двумя титанами новыми шарами там китаец японец неважно назовем азиат да ну и наш соотечественник ну через год заглядывает к американцу он там что-то типа бильярда сделал шары как-то бьет об стены они там отталкиваются он развлекается заходит японцы он там что-то сидит позе лотоса жонглирует этими двумя шарами ну и заходит камеру нашему соотечественнику он в угол забился сидит такой грустный и шаров нету это комиссия в шоке это где шары я не знаю один потерялся а другой я случайно сломал так вот здесь это максимально была позитивная дота с вами был вячеслав котлеров спасибо что слушали слышали меня у меня как обычно все отлично и хитер и быстрый дьявольский умен до новых встреч прямом эфире до свидания спасибо вам за все всех благ пока пока